Я помню, у нас были соседи в соседнем дворе. У нас был такой итальянский двор в районе под назонем Нахаловка. Вот я там родился и вырос в Нахаловке. И я был маленький, мне было сколько, может 9-10 лет, может не помню сейчас точно. Вот я после школы приходил и шел в соседний двор. Поднимался к соседям, по-моему, на втором этаже они жили. Были такие очень высокие потолки и старые такие дома у них. Они мне открывали двери, потом я заходил, я здоровался, заходил, они мне открывали потом комнату двери, комнату. Я садился, мне переносили какие-то печеньки там и включили, включали Queen Night Opera и уходили. И закрывали двери. Я сидел, я полностью это прослушивал, потом я вставал, прощался с ними и уходил. И так каждый раз? Это было, ну, неделю два-три раза это было. И всегда Queen? Вот именно, вот Night Opera. Вот, потом, конечно же, у нас было, был магнитофон и все это потом было. Так что я сам вообще-то играл на скрипке шести лет и был полностью в музыке. Но мне безумно нравился Queen. А потом мы сами начали играть в 15-16-17 лет. Мы создали группу. Я, мой друг, скрипач и его брат, он играл на барабанах. Очень талантливые ребята. А вы на басу играли тогда? Я играл на бас-гитаре и пел. Мы сочиняли песни на английском языке. И мы играли в подвале, потому что тогда нас никто не выпустил бы оттуда. Мы играли такую очень тяжелую музыку, такой хард-рок, переходящий панк-рок. А у нас получалось невероятно просто. Я вот говорил как-то, что если тогда вот нас из подвала вытащили бы и у нас был бы какой-нибудь нормальный продюсер, мы перевернули бы мир. В прямом смысле. То есть вы просто для себя это не было какой-то, чтобы где-то хотя бы выступали? Не, ну мы даже не думали, что нас кто-то будет... Мы собирались, там ребята, там пацаны собирались, они слушали, там кайфовали. Кто любил там Led Zeppelin, ACBC, Deep Purple, Grand Funk, Black Sabbath. Мы просто обожали эту музыку. Еще много-много-много групп разных. И мы играли, мы фигачили. Притом играли свою музыку, абсолютно свою. И несколько песен из той жизни, 40 лет тому назад. Я сейчас записал в новом альбоме, жизнь это рок-н-ролл. Я сам некоторые песни играю, даже на гитаре сам. И потом так сложилось, что уже я поступил в консерваторию, это было в училище, музыкальном училище. Потом я поступил уже в консерваторию, и меня подсадили на джаз-рок. Там я услышал Стиви Вандер, я услышал Земля, Ветер и Огонь, Джордж Бэнсон, Эл Джей Роу и так далее. И все, я... И это было настолько, так сказать, одно другому не мешало. Вот ACDC никогда не мешал Стиви Вандеру, допустим. Там Вивальди никогда не мешал. Роллинг Стоунс. Да, Роллинг Стоунс или Сибелиус никогда не мешал, допустим, Куин. Наоборот, друг друга дополняло это. И я купался в музыке. Притом, когда я приходил домой, к нам приходили гости. Мой отец начинал петь, он архитектор, и у него был невероятно, вот просто невероятно красивый тенор. И он пел, и весь двор собирался, и он наслаждался. И сам наслаждался, и наслаждал всех просто своим пением. И какая музыка была в армии? В армии я попал в авиации, и там просто, когда узнали, что я студент консерватории... Забрали в ансамбль? Забрали в дом офицеров, там был какой-то ансамбль, не помню. Ну, я туда влился, сразу начали развиваться, развиваться. И каждую субботу, воскресенье мы играли на танцы, именно все живем абсолютно. И... Что играли? Разную музыку. Я играл и свои какие-то песни, но в основном мировые хиты. Мировые хиты и советские хиты, и мировые хиты. В конце моей службы мы даже победили на конкурсе, там, в Латвии. Мы как солдаты выступали среди гражданских. Мы просто снесли всех. И я приехал... Это я лихо оставлюсь, это действительно было. Я понимаю. Вот. Мы приехали, и самое главное, в армии мне Бог дал музыку, которая через... Это было 84-85 год, не помню. С которой в 88-м вы вот выступали, да? В 89-м я победил на конкурсе. На объем роли. А вот как она к вам пришла? Можете рассказать? Что значит тут? Я сидел за фортепиано, это было ночью, а у меня была абсолютная свобода. Я когда хотел, я тогда оставался в дом офицеров. Мне абсолютно доверяли, и когда надо было расписывать что-то, партитуры, расписывать, делать аранжировки там, я просто мог позвонить начальника управления, сказать, что я здесь, я это, чтобы не искали, и все, и без проблем. Вот. И иногда бывало, допустим, поздно ночью, когда я заканчивал, за мной присылали машину, и я уезжал. А иногда я даже в три часа ночи через лес шел пешком. Тоже в этом была своя романтика. И я сидел за фортепиано в спортивном зале, где проходили вот танцы, вот эти дискотеки. И была, помню, огромная луна, огромные окна. И вот вылилась музыка, и эта музыка потом стала неофициальным гимном Грузии в то время. Песня называлась «Свобода». Эта песня вот в 89-м, как раз в Латвии, в Юрмале, в Грузии принесла гран-при. Потом в 92-м году в Москве я выиграл конкурс и получил гран-при «Ступенк Парнасу». Тоже этой песни. И в 2000-м году тоже я уже выступал от России в Балтикс-фестивале, и там я тоже стал победителем. И этой песней тоже. А вот если чуть-чуть назад отмотать, 88-й год, когда вы выступали на Олимпиаде. Да, это был у Калгари. Да. А вот вы как раз говорили в каком-то из интервью, что вас тогда Стиви Вандер бурлил. Да. И вы поэтому в таком соул про чтение, можно сказать, исполняли вот эту песню. Почему именно... Нет, я сулико исполнял. Да, сулико, но в соул... Грузинскую народную песню. Да, в соул стиле какого-то в таком. Я просто не нашла... Нету видеозаписи с этой песней очень было интересно. Нету, к сожалению. 89-й-то есть, а 88-го нет. 88-го это не было. Это было спонтанно. Да. Это была большая, большая площадь. Минус 15 или 20 было. Это были зимние Олимпийские игры в Калгари, в Канаде. И меня... Там ребята были... У нас была там творческая группа, а меня послали из Грузии. Как перспективного там молодого парня. А я уже выступал в составе ансамбля «Иверия». Там был легендарный ансамбль, там была музыкальная семья. Мальчики из Грузии, ансамбль «Иверия». Мы встречались со спортсменами сборной Советского Союза, пели для них, наполняли энергией, возбуждали их для побед. И очень-очень были такие теплые встречи. Я вот до сих пор это вспоминаю, хоть и в 88-й. И один из вечеров, как бы мы попали в огромную площадь, огромное количество людей, я не знаю, тысяч 50, может быть, было. И была большая сцена, где играли местные коллективы, там кантри. Очень шикарнейшие музыканты там играли, фигачили, настоящий кантри-рок такой. На скринке, ну, как полагается все. С банджо, наверное, еще? Конечно, все было там, и весь стадион вот так прыгал. И как-то зашел разговор, что давайте мы тоже, я помню, Женя Мартина вышел, он там спел красивые свои песни. И надо было еще от советской делегации, а мы только-только, там два грузина было в делегации, распели коньяк грузинский. И было холодно, действительно, невозможно было не выпить, было очень холодно. Вот. И подошли, говорят, Сосо, давай, может, ты видишь? Я говорю, куда я выйду с ума? Короче, меня в зале вытолкнули. В прямом смысле, вытолкнули. Я на сцену попал, а там какие-то трубы, оттуда горячий воздух. Это я такого в жизни не мог представить. Тем более в теплой Грузии, где-то зачем. Да-да-да. Вот. Там теплый воздух, там они в рубашках стоят, там бретельчики, платья, там женщины, там бек-вокалистки. Там все звучит как альбом, просто звучит уже на сцене все. Я говорю, что мне играть? Я говорю, что они сказали, ну давай сулико, первое, что пришло в голову. Я знал эту песню с детства, но я никогда ее не пел. Ну, сулико так сулико. Я взял первый аккорд, и все, как все, все, я улетел. И как начал я петь, все, потом модуляция, потом ребята поддержали эти канадцы. Канадцы или американцы, я не знаю, кто они были. Ну, country music они играли, настоящий country. И под блюз что-то перешло, перешло, все развели, развели, закончили, каденция красивая. И народ не отпускает, начинает аплодировать, там. Что еще делать? Я говорю, дайте сюда. Я выхожу, на ленте говорю, еще эти. Выхожу опять, возвращаюсь, беру эту самую скрипку, он отдает скрипку. Я как начал country, настоящий country. А у меня была такая песня «Гурицы в Америке». И как начали, они сразу, конечно же, подходили, я там что-то их музыка. И в стадион, как начал вот так прыгать. Что там творилось, просто вы не представляете. И после этого, ну, еще не отпускаю, ну, я уже, ну, неудобно уже было. Я спустился, там, километр, очередь. Автографы. Автографы там не было этих. Чтобы фотографироваться нам. И какие-то ребята подошли. Мы, говорят, из Латвии. Давно уехали в Америку. И у нас продюсерский центр. Ну, как-то они вот с акцентом говорили на русском. Вот. Мы очень хотели бы с вами пообщаться. Что у вас рекомендовать. Вот это-с. На мировую. На мировую-с. И сразу два человека там в галстуках. Два шкафа сразу. О! Чик-чик-чик-чик-чик-чик. И извините, извините, увы на меня. Слава Богу. Почему? Потому что я счастливый человек. А вот вам для счастья случайно не требуется регалия? У вас же нет звания заслуженного, народного. Нет. Шансон года вы только в прошлом году первый раз получили. Да. Но я не просил. Мне дали. Нет, я понимаю. Не хочется? Нет вот такого? Почему у всех есть? Нет. А зачем? Не знаю. Если никто не считает нужным мне дать какое-то звание, зачем я должен просить? Но вы же и так народный. Какая всем разница? Правильно? Это им больше нужно, чем мне. Это раз. А во-вторых, я слуга Бога, слуга народа. В хорошем смысле слуга народа. В прямом смысле этого слова. Не через фильм и не через... Вот. Я служу творчеству, я служу музыке. Я служу в первую очередь людскому, грузино-российским отношениям. Потому что я связан пуповиной с Грузией. О сердце в России. О сердце в России, моих детей, мои супруги. Мои родители там, дети здесь. Поэтому для меня это очень важно. Не потерять эту нить. Потому что православные страны должны друг другом беречь. И музыка это доказательство. Через музыку у нас идет доверие друг другу. И я безгранично благодарен великой России, которая 30 лет тому назад меня пустила в объятия. И даже намеком не было, чтобы я поменял или имя, или фамилию. Даже акцент. Даже не вот каким я был, таким меня приняли. Я честный человек. Поэтому честность нужна везде. А сатанистов национальности нет. Они отдельные, которых использует сатана, их использует, потом выбросит. А у нас долгий путь, светлый путь. И каждая дорога идет в храм. Идет мечеть, храм, синагогу, буддийский храм. Поэтому мы о Боге один. Поэтому мы все в одной лодке. И музыкой, и своим отношением к жизни мы должны укрепить Бога. А другого выхода нет. А это самое главное звание для меня. Быть слугой Бога. Вищего звания для меня нет. Мне 58 лет будет, 29 июня. Я сначала думаю, а потом говорю. А то, что я говорю, я уже это прожил и проживаю. Ну давайте тогда про музыку чуть-чуть поговорим. С удовольствием. У вас довольно много работ в кино. А есть у вас какая-то любимая музыка из кинофильмов? Из кинофильмов? Конечно, это Мориконе. Профессионал? Это Мориконе. Это Мориконе. Это Мориконе. Это Мориконе. Это однажды в Америке. А какие песни вы ставили своим детям и ставите, может быть, до сих пор? До сих пор? Нет, до сих пор уже мои дети мне присылают песни. Ну сейчас да. Да. И характери у них разные, но они одно целое. Вот мои дочки, мой сын, он выращивает в Тбилиси. Он еще так хорошо поет. Он поет шикарно. Да, совместно я слышала. И у Ирочки мои замечательные вкусы. И поет она замечательно. И мы вместе выступаем. Я, Ира, Ливан и Сандра. Лиза рисует, она не любит на публике. Но она тоже очень музыкальная. Она тоже играла на гитаре, роковой такой. Настрой у нее был всегда. Такую тяжелую музыку мы с ней слушаем. Септик флеш. А вы своим детям просто объясняли, вот это хорошая музыка, это плохая? Или как вы им объясняли, что есть хорошо, что плохо? Во-первых, у них генетика. А, ну да. Это во-первых. А во-вторых, мы с Ирой то, что слушали и то, что рекомендовали. И то, что мы слушаем, мне нравится, это настоящее. Это разные стили, разный подход вообще к музыке, философии музыки, подход к жизни. Но по-любому там есть границы, которые, ну, перейдя границу, ты уже уходишь от Бога. Ты уходишь от истины, уходишь от того материи, где, той материи, где заложена совесть. Если у человека нет совести, его надо лечить. А как? Ну, не знаю, психологи. Если человек, если человек убил себя, это чувство, совесть такое же чувство, как и запах, как обоняние, как зрение, слух. Когда что-то со зрением, ты же лечишь и идешь сразу. Так же надо совесть лечить. Знаете, вот если мы говорим про Грузию, то в первую очередь у людей, наверное, она ассоциируется с гостеприимством. Какая у вас любимая застольная песня? Етин Гурджи. Это был такой человек, по-моему, в 19 веке, конец 19-го, начале 20-го. Он был Етин Гюрджи. На тюркском это грузин. Как Етин Грузин такой. Он пел на трех языках. Пел на грузинском, армянском и азербайджанском. Вот его песни я очень люблю. Такие городские, настоящие городские песни. Я помню, как мы пели в детстве с отцом. И с отцом до сих пор иногда поем. Я после пандемии их не видел. Они в Грузии. А то мы всегда поем с ними. А что вы поете? Как раз вот эти песни? Да, вот эти песни. У меня даже был сборник стихов в Етин Гурджи. Потом был такой сайт нова. Это великое. Вот как раз то время, когда писал свои шедевры, Никок Фиросман. Как раз вот это время. Какая любимая песня у вас для дальнего путешествия? Ну, для дороги? Пет Мэттени. Это не песня, это больше музыка. Это гитарист, один из моих самых любимых музыкантов. Это Пет Мэттени. Вот его музыка в любое время года, в любое настроение, просто наполняет тебя. А есть какая-то песня, которая вас бодрит? Много таких песен. Ну, какая-нибудь может быть. «Земля ветер и огонь». Септембер есть такая песня у них. А какой концерт вам больше всего запомнился, на котором вы были? Тина Тернер в Москве, когда была. Чеймс Браун, «Принц». Вы были на «Принце» тоже? Да, на «Принце». Вот, на концерт «Принца», наверное, самый великий концерт. Не то, что самый лучший, самый великий. Мы были на концерте с Иришкой в Париже, на стадионе. Как раз мы приехали на моё день рождения, 29 июня был концерт «Джордж Бенсон» в Олимпии. А на следующий день, или через день, не помню, был уже концерт «Принц», уже «Парк де Принц», там был большой, огромный стадион. И мы пришли. Это выдающийся был концерт «Царство ему небесное». Шоу ещё крутое, да, наверное, у него? Ну, просто невероятное. Пять или шесть раз я плакал просто за концерт. Не то, что плакал, а вот слёзы текут и текут. И человек, который… просто такое ощущение, что он любит весь мир. Вот в его огромных чёрных глазах просто тонул весь мир просто от любви. И там такое творилось, что человек стоит, он же маленький, а кажется, что он большой. Безгранично красивые женщины вокруг, музыканты. Безгранично, просто невероятной красоты женщины. Там ещё несколько там мужчин, которые там саксофонист, барабанщик. Ещё кто-то был, не помню, мужчина. Остальные все женщины. Просто модели просто невероятные, инопланетянки просто. И играет, а как играет, как всё это происходит, с какой лёгкостью, с какой любовью, с какой нежностью, стильно. И такое ощущение, что он показывает процентов 30. Вот такое ощущение. Что может ещё круче. Да. Ну, это невероятное мастерство. Это просто… это Бог даёт или нет. А вот если, например, какое-то молодое поколение, которое плохо знает взрослое поколение, скажет «Хочу узнать Сосопа Вляшвили». Вот с какой песни им нужно начинать знакомство с вашим творчеством? А зачем им я? Как это? Зачем им я? Ну, потому что вы хороший музыкант, у вас хорошие… Не, если хорошие музыканты, если они занимаются музыкой, а не треками, хорошие музыканты, они все знают моё творчество. Они все ищут, они все интересуются. Допустим, вот «Жизнь – это кайф», допустим, альбом, и альбом «Небо на ладони», там, и сколько таких песен. Они ищут, они… они учатся во многом. Несколько поколений выросло на моих песнях. Ну, вот я про то же, что сейчас ещё будут расти поколения. Да, но есть ребята, дай Бог им здоровья, которые не ради музыки, а ради хайпа. Я их не осуждаю, чтобы понимали, они приходят, уходят, они их много. А вот такие настоящие, они остаются, и они служат музыке. Вот. И я им желаю, что они служили не только музыке, чтобы у них были открыты все двери к зрителям. Чтобы они служили не только музыке, но и зрителям. Вот как мне это посчастливило за свою жизнь. Что есть любимая музыка, и у меня есть выход на зрителей. С Божьей помощью. Вот это я им желаю, чтобы у них тоже был бы выход. Потому что огромное количество хороших музыкантов, и они должны радоваться зрителей. Не только в интернете, не только там в ТикТоке или в Инстаграме, или где-нибудь там. А напрямую, живой. И я очень радуюсь, когда у талантливых ребят аншлаги, что люди ходят. Даже в клубах, там, мимые значения. Сто человек или десяти тысяч. Они вот... Есть андеграунд замечательный у нас. Я соприкасался с ними, записали трио. Замечательный. Макс про килограмм. Бэнг. Влад Бэнгер. Есть песни, которые вы никогда не переключите, если она вас заиграет в плейлисте, где-нибудь в машине или в наушниках? Песня Бёрл. Ты Бёрл. Почему? И таких песен у меня сотни, слава Богу. Ну, оно заложено во мне с детства. Дэвид Ковердэвид. Один из моих самых любимых певцов. Сосо, жизнь – это кайф или жизнь – это рок-н-ролл? Даже когда рок-н-ролл, все равно он кайф. Отлично. Продолжение следует... Во-вторых где-то. Это шашлычок. Очень вкусно. О-о-о. А-о-о. Э.